Желтый забор на улице Шоссейная появился меньше месяца назад, но возведение опорной стены для строительства съезда к строящемуся дому началось еще в 2015 году. По закону подъездной путь должен быть к каждому домовладению, но жители микрорайона «Звездочка» обеспокоены. Дело в том, что будущий съезд будет проложен по тротуару, который уже больше 30 лет связывает их дома с инфраструктурой. По этой дорожке в школу ежедневно ходит более 800 детей микрорайона «Звездочка». Транспортного сообщения между «Звездочкой», «Костой», это школа, вокзалы, больница, не существует. То есть у нас в «Косте», вернее на «Звездочке» только магазин. Жительница дома на шоссейной 5А Лариса Манисова рассказывает еще об одной проблеме. Тротуар не освещается в вечернее время. Эта пешеходная зона никогда ранее не ремонтировалась. Для удобства жителей собственник строящегося домовладения уже проложил брусчатку. Кроме того, строители съезда утверждают, появятся фонари и безопасности жителей ничто угрожать не будет. Съезд носит локальный характер и 15 метров из почти полукилометровой зоны никак не сказывается на пешеходную доступность. Так ли это? Сегодня проверил глава города. Анатолий Пахомов объяснил жителям микрорайона «Звездочка» причину возведения съезда. «Ситуация такова. Профсоюзы продали свою территорию. И эту территорию поделили на участки перед продажами. А дальше? Раз уже не продали, и у человека появилась земля, администрация обязана предоставить возможность прохода и проезда. Если этот проход и проезд будет территория даже общая, либо частная, то администрация обязана накладывать сервиту. Эта же территория – исключительно частная собственность. Тому доказательство и судебное решение. Несмотря на это, хозяин домовладения со своей стороны обеспечивает безопасность на пешеходной зоне. На данный момент другого варианта подъезда к стройке нет. То, что был, по другую сторону дороги. По решению суда перекрыт хозяевами этого дома. Но жители считают это неправомерным, и дело находится на рассмотрении в краевом суде. Может быть решение суда. Какое оно будет, я не знаю. Как только оно будет, а оно может проходить несколько инстанций. Если оно будет, мы сразу же можем сервитут наложить. Во всей вероятности, его будем когда-то на насладывать. Потому что к этому зеленому дому, они говорят, тоже прохода нет. Вопросами правомерности перекрытия альтернативного проезда занимается прокуратура и суд. И до окончательного принятия решения строительство дополнительного съезда на шоссейной будет продолжаться. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.